добрый день дорогие друзья добро пожаловать ко мне на кухню я сегодня приготовила заготовку на зиму из зеленой фасоли хоть у меня есть рецепт так вот на каждый день готовить фасоль зеленую многие меня просили хотели чтобы я приготовила консервы сегодняшнюю жаркую погоду я это приготовила они еще очень горячим и только что достали из автоклава сейчас посмотрите как я все готовила и стерилизовала вот такой стручковый фасоль мы купили мы называем лобио старайтесь брать вот такой вот как бы молочный чтоб крупные зерна не были или если зерна есть там только маленькие что были фасоли если там есть крупные зерна то она может взорваться или же нужно добавить тогда аспирин солицинку как мы раньше называли но старайтесь брать с мелкими зернышками здесь у меня 5 килограмм я хорошенько сейчас очищу очищаю вот так вот отрываю хвостик отрываю вот этот носик и и разламываю вот на такие кусочки как только все я вот так вот очищу и приготовлю все это я промою хорошенько в проточной воде и поставлю вариться это я уже покажу сейчас начну тушить овощи здесь я уже нарезала полтора килограмма лука здесь я тоже нарезала зеленые и красные сладкие перцы тонкими полосками в общем в объеме здесь полтора килограмма не по отдельности а в целом полтора килограмма 500 миллилитров растительного масла у меня подсолнечное значит на килограмм лобио фасоли буду использовать 100 миллилитров растительного масла и здесь у меня полтора килограмма сочных мясистых помидоров они спелые я их буду натирать на терку и одна головка чеснока и несколько стручкового перца ну вы добавляйте как вы хотите хотите добавляйте хотите нет ну все я включаю плиту и сразу заливаю растительное масло масло разогреется и засыплю лук я сейчас натру все помидоры на терке пока разогревается масло помидоры будут готовы можно пропустить через мясорубку можно блендером измельчить но я натру вот так вот чтобы кожура не было тут не присутствовала пока я натирала помидоры масло уже сильно разогрелось я здесь лук пересыплю прямо в кастрюлю все буду тушить прямо здесь отдельно тушить не буду лук когда станет прозрачным добавлю сладкий перец здесь уже все очень хорошо кипит лук уже начинает хорошенько тушиться и я засыплю сладкий перец все перемешаю это все осядет и станет меньше когда все пропушится через пару минут добавлю помидоровый сок который я только что натерла на терке заливаю помидоры все перемешаю и буду ждать пока закипит и засыплю очищенную фасоль ну все здесь уже начинает закипать я через минуту засыплю фасоль всю фасоль я очистила и хорошенько промыла все это я отправлю в кастрюлю все здесь уже минут 15 все варится тут и я хочу сказать пока я тушила зажарку муж столько шутил что я совсем про него забыла но ничего сейчас добавлю вот это томатная паста которую я готовлю недавно я готовила для блюда алия на килограмм одну столовую ложку значит пять ложек я туда сейчас отправлю она придаст вкус томатная паста не кислая сладкая так что как раз она подойдет очень хорошо обязательно нужно для того чтобы придать цвет хороший цвет лобио фасоли и конечно же вкус и очень важно чтобы помидоры спелые были очень мясистые не кислые так как в этом блюде не добавляется ни сахар не уксус и это надо учесть все пусть это все хорошенько закипает а на 15 минут уже варилась вот ведь от стручки уже ошпарили с кипятком очень хорошо они поменяли цвет и поэтому сейчас нужно уже варить и время от времени конечно я буду подходить и перемешивать так как может подгореть все таки это не жидкое блюдо на медленной температуре она будет вариться прикрою крышкой выключаю здесь плиту и выходим на балкон сегодня не очень жарко так что на балконе можно готовить консервы а так жару невозможно выйти и и туку тоже здесь наслаждается ну вот мы и вышли на нашу террасу здесь все хорошо кипит после того как я все соединила с фасолю уже прошло почти час все сварилась очень очень хорошо и сейчас мне нужно добавить соль чеснок и перец который я натерла заранее перец добавляйте по своему вкусу добавлю соль соль надо проверять пропорции соли и перца сказать никогда не смогу потому что это всегда индивидуально у всех получается по-разному объем разные помидоры продукты все разное когда варишь вот такой вот обед в большом количестве все надо добавлять и проверять по своему вкусу все соли здесь достаточно я сейчас начну это все заливать в банке в эту консерву я зелень не добавляю я всегда добавляю когда открываю банку и свежим добавляю кинзу базилик зеленый только и петрушку и и она будет как бы свежеприготовленным сейчас я буду заливать вот такие литровые банки мы заказали по интернету сегодня утром доставили обычно мы бы когда заказываем банки они приходят с крышками но и литровые почему-то сегодня пришли без крышек хорошо что у меня есть свои запасы я буду закрывать своими крышками вот они банки я два комплекта купила вот это литровые а внизу 750 граммов и они очень хорошо подходят для салатов каких-нибудь соусов так что крышки буду накрывать свои мы конечно заказали и через три дня получим но сегодня мне нужно срочно закрывать зеленая лобби фасоль ну все начинаю заливать да еще то что я говорила в самом начале вот видите какие у меня тут очень мелкие фасолики в некоторых даже вообще они отсутствовали вот а если у вас такое ничего если вашей фасоли зерна побольше покрупнее то конечно сюда лучше аспирин положить потому что фасоль капризная вещь и чтобы она не взорвалась надо засыпать аспирин салициловая кислота значит на литр лобио фасоли 1 таблетка растираете перед тем как заливать в банке засыпать хорошо вымешать и заливать уже банки ну все инструкция прошла начну заливать установлю воронку постоянно надо помешивать так как вся густота идет вниз и жидкость поднимается а а а Закрою, хорошенько мы его завинтим и отправлю в автоклав. Субтитры создавал DimaTorzok Последнюю банку заливаю, но она не полная, так что ее не буду закрывать, мы ее покушаем. Все хорошо сварилось, ничего не прилипло. Ну все, я принесла автоклав, сейчас банки установлю прямо внутрь. Заливаю литр воды. Банки горячие и осторожно буду вкладывать. Пять банок, отлично. Я уложу такую сетку, очень удобно, она не будет туда-сюда дергаться. И сверху положу банки. Ну все, все банки хорошо уложила. Ну и покрываю крышкой. Закрепили мы вот эти винтики. Сейчас я уложу термометр. Термометр у меня электронный. Масло уже залито. У меня машинное масло. Я вот этой фольгой закрываю, чтобы не высыхало. Так, как только дойдет до 120 градусов и атмосферное давление поднимется на единичку, я буду варить 30 минут. Этого будет достаточно, так как только что оно сваренное и залитое. А если стерилизовать в кастрюле, конечно, нужно подольше. Ну вот, поднялось выше 120 градусов. Атмосферное давление тоже уже один и немного выше. И я уменьшу температуру, чтобы стабильно осталось на 120. И с этого момента оставлю на 40 минут. Потом выключу до полного остывания. И вот зеленая фасоль, зеленая лобио, как мы называем. Вот такое оно. Сейчас кажется, что там есть сок, но как только остынет, все питается и будет густым. Когда откроете, заправите свежей зеленью, свежим чесноком и наслаждайтесь. Как я и говорила, они еще горячие. Только что достали. И я их переверну и просто оставлю. Так как после стерилизации они еще долго там были в автоклаве в горячем состоянии. Сейчас перед снятием видео мы достали. И вот красуется перед вами. Вчера я еще готовила два рецепта. Летний салат на зиму и помидоровый обед только уже с болгарским перцем. Вот этот салат из огурцов с помидорами с очень вкусной подливой из болгарского перца. Очень вкусный. Вот его встряхиваешь. Этот вот соус прямо загущается на глазах. Вот еще помидоровый обед, который я готовила с добавлением сладких перцев, зеленого и красного перца. Это очень вкусно. Тоже обязательно приготовьте. Тоже очень плотный. Здесь мало жидкости. Но когда будете разогревать, можете засыпать свежей зеленью. Все эти новые и предыдущие видео вы можете увидеть и найти в плейлистах заготовки на зиму. Ну на этом все. Ожидайте новых видео. У меня очень много задумано. Так что подписывайтесь, кто не подписался. И нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить мои новые видео. И обязательно делитесь со своими друзьями. Когда они к вам будут приходить и наслаждаться вот этой вкуснятиной, обязательно поделитесь рецептом. Я благодарю всех, кто досмотрел мое видео. На этом все. Берегите себя и своих родных. Будьте здоровы. До новых встреч на Кухне Умери. КОЮТИ. Продолжение следует...